Это Максим Любимов. Тигра накормил, лесной пожар потушил и даже самолет уже посадил. Сегодня новый вызов. Стать шефом модного ресторана и приготовить блюда. Все, поехали? И ко мне моя маленькая. Слушаюсь, шеф, я люблю пасты. Главное ничего не спалить. Я уже все испортил. Так, в омарок падать не будешь? Я, не, я адекватный. Смотрите вот так, кинзу. Ну что, камера, мотор? Наконец-то, наконец-то случилось чудо. Мне не нужно рисковать своей жизнью, мне не нужно ниоткуда прыгать, мне не нужно никуда нырять, мне не нужно общаться с какими-то опасными животными. Максимум, что я могу здесь себе повредить, это отрезать палец каким-нибудь острым ножом, потому что вы примерно понимаете, во что я сегодня вязался. На мне фартук. Скоро мне выдадут фирменный колпак. Дмитрий Рафейчик, у меня сегодня главный по кухне человек, который будет обучать меня готовить разные блюда. Дмитрий, привет. Здравствуйте, Максим. Так, торжественное вручение будет сразу? Да, я думаю, какой вы повар без настоящего французского поварского колпака? Дрожь в коленях, торжественный момент. Посвящаю вас в будущее шеф-повара. Красноярск один из немногих городов, где шеф-повара получают высшее образование. Все учебники на французском и английских языках. Оборудование такого класса, что и не в каждом ресторане есть. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы с вами приготовим шакшуку и попытаемся приготовить домашний майонез. Ух ты, шакшука и домашний майонез. Ну, я думаю, надо уже приступать к работе, да, что мне еще делать. Поэтому берем себя в руки и, как говорится, погнали. А ты что, повар? Да. Чего ты на кухню приперся? Потому что я повар. Я профессионал своего дела и могу. Первым делом моем руки и моем как надо, Максим. Прямо по локоть. Запомнили? Я сейчас представляю, сколько людей, заходя в какую-нибудь шаурмяшную, будут намекать. А вы руки по локоть помыли или нет? Итак, мои маленькие любители чего-нибудь вкусненького. Мы начинаем приготовление шакшуки. Двигайся, грузок. Папочка готовить будет. Первое, что я сделал, подготовил ингредиенты. Второе, у нас доски. Для того, чтобы доски у нас не катались, под них мы положили смоченные тряпочки. Меньше вероятность порезаться. Для работы нам понадобится нож. Этот нож вручаю, Максим, тебе. Так. Перед рабочим местом лежит либо полотенчика чистая, либо иногда берут какую-то гастроемкость, гастроемкость, на которой лежит набор инструментов, который нужен тебе в течение рабочего дня. Ну, пока очень похоже на место работы хирурга. Ну, по сути, да, все так же. И чисто, и инструмент, все должно быть идеально, прям все должно быть подготовлено. И, естественно, есть еще ассистенты, да, но мы их пока не трогаем. Итак. Все это вообще называется красивым французским термином мезанплас. Мезанплас. Да. Ну, если вольно перевести, то что-то типа всему своего места. Если Максима не остановить, он может говорить бесконечно. Но пора уже, наконец, готовить шакшуку. Сначала кубиком режем сладкий болгарский перец. Смотри, когда режу, я пальцы завожу над ножом. Это делается для того, чтобы, если нож сорвется, он уйдет под руку. А как все продумано-то у вас. А рука все равно предательски делает все по-русски. Как я привык вот на кухне все делать. Максим, ты такой здесь не один. Это проблема всех начинающих поваров. Первое, чему их учат опытные коллеги, правильно держать нож. У студентов наступает просветление после того, как он пару раз себе обрежет пальцы. Это еще один момент, от которого часто приходится отучать студентов, когда пытаются ножом с доски лезвием стряхивать. Так, это почему делать нельзя? Кромка ножа очень тоненькая и травмируется, когда мы ей скребем. А, кто бы мог подумать. Семя кубиком. Семя соломкой. Как всегда. Следующий ингредиент это репчатый лук. Нам его надо будет порезать кубиком. Половинку порежу я, половину порежешь ты. Макс, смотри внимательно. Еще один лайфхак от шефа. Он сейчас покажет, как правильно резать лук, чтобы он не развалился в руках. Берем половинку луковицы и делаем вертикальные надрезы. Самое важное, не до конца. Потом режем лук горизонтально, пересекая вертикальные линии. Это же элементарно. Так, все, и начинаем, да? Этот кусочек теперь кладем на бок. И здесь уже произвольно. Теперь нам понадобится чеснок. Тут тоже есть какая-то технология, как его резать? Можно взять прямо неочищенный. Теперь мы его давим. Так, шкурку с него снять проще. Просто вытряхиваем. Теперь удаляем сердцевинку. А, да? Ну, про росточек. Здесь не особо критично, но если чеснок старый, то сердцевинка достаточно большая, может горчить. Запомнили? Я не знал. Так. Теперь можно посильнее раздавить. Как быстро получается. Ну, вот как раз за счет того, что пальцы не подставлены, скорость достаточно высокая, можно развивать. В принципе, могу с тобой разговаривать, даже не смотреть. Можно, я так делать не буду, потому что, ну, что-то как-то могу оставить кусочек себя на вашей кухне. Нож помыть обязательно? Нож помыть, да? Пока Макс моет нож, расскажу вам про наше блюдо. Шакшуку готовят из яиц со свежими овощами и подают с поджаренной чаобатой. Стоп. У нас, кажется, Макс все-таки порезался. Дошутился. Первая кровь. Рэмбо плачет в стороне. Так, а на этот случай есть что-нибудь? Максимум, что я могу здесь себе повредить, это отрезать палец каким-нибудь острым ножом. Ну, с кем не бывает. Они тоже все уже порезанные. Аптечка с перекисью и пластырями – необходимая вещь на профессиональной кухне. И, кстати, во многих ресторанах бинт и перекись – это все, что может дать персонал гостям. Таблетку от головы или живота даже не просите. Неизвестно, что гость съел до прихода в ресторан. Если вдруг после похода в заведение ему станет плохо, он может указать на ресторан, где ему дали лекарства. Ну, все. Рану подлатали, можем продолжать. Теперь режем зелень. Для шакшуку берем кинзу или петрушку. А лучше все вместе. Будет еще ароматнее. А дальше, Максим, смотри и учись, как правильно резать зелень, чтобы получилась тонкая соломка. А, ну, короче говоря, как ролл должно получиться. Да, да. Можешь немножечко еще порубить. Шеф, осторожнее с порубить. У Макса с этим не очень. А он нам еще на эфире нужен. Следующее, что нам нужно сделать, помидоры-конкассе. Нам нужны очищенные помидоры. Чтобы снять шкурку, с двух сторон делаем небольшие надрезы на томатах и бросаем их в кипяток. Каждую сторону держим секунд по 15 и вытаскиваем. Осторожно. Все в холодную воду, можешь его опускать. Все, видишь, шкурка буквально моментально слезла. Многие говорят, что вот обязательно шеф-повар должен был быть в перчатках. Я много раз слышал, что шеф-повара говорят, вы попробуйте в перчатках что-нибудь поготовить. Ну, это же реально очень сложно. В перчатках именно это дело. Тут дело даже не в том, что это сложно. Это не совсем гигиенично. Перчатки? Да. Что происходит, когда мы работаем в перчатках? Мы не чувствуем, что у нас грязные руки. Это первое. Ни разу не видел ни одного предприятия, которое себе могло позволить бы, чтобы повар выкидывал свои перчатки после каждого какого-то действия. Ты взялся за контейнер, взялся за дверку холодильника. Перчатки осеменяются бактериями. Ты грязь не чувствуешь. Даже если ты те же перчатки сполоснул под водой, там все равно остается. Все ингредиенты у нас готовы. Берем наши доски, берем продукты и погнали готовить шакшуку. Слушаюсь, шакшу. Теперь Максим обжарит все овощи. Сначала лук. Жареный лук – это любовь. Самый мой любимый аромат – это аромат жареного лука. Продукты, которые ты использовал, тоже стараемся ставить аккуратно для того, чтобы всегда должен быть порядок. Это не потому, что наш шеф зануда. Порядок на кухне облегчает и ускоряет работу. Когда много заказов, большой поток гостей, повар должен успеть приготовить много разных блюд. Поэтому все у него должно быть под рукой. Ох, томаты с чесноком, это все. Да, томаты и чеснок созданы друг для друга. О, просто. Теперь добавляем в овощную массу сливочное масло, чтобы вкус был более нежным и глубоким. Ложку же нельзя оставлять в продуктах, да? Да. Давно уже пора запомнить. Для всего у повара есть гастроемкость. Для заготовок, для ножей и пинцетов и для разных приборов тоже. Солим. Доверься своему сердцу. Еще добавляем немного сахара и паприку. Я люблю поострее просто. Ах, перчик отлично. Все, выглядит это божественно. Раз так, перекладывай овощи в порционную сковороду, делай отверстие, разбивай туда яйца и отправляй в духовку. С ножом разбиваете вы? Я, как правило, разбиваю об сковороду. Отправляем сковороду в духовку и идем жарить хлеб. Мы берем ароматный на закваске. Чтобы он был еще вкуснее, поджарим его на сливочном масле. Чтобы вы на масло не клали, кладем от себя, на всякий случай. Чтобы не брызнуло, да? Да. Великолепно, божественно. Как знал, как знал. Ну, видишь, профессионализм твой на глазах растет. Макс, выключай плиту. Хлебцы сами дойдут. Слышишь, там плита поет. Пора проверять шакшуку. Что, теперь главное не уронить, когда несем. Поэтому, можно, я не буду этого делать? Ах, иди ко мне, моя маленькая. Доверяю, Максим, тебе эту почетную роль. Засыпать все здесь. А, да, сейчас будет шикарный кайф. Все, готовы, да? Вот так. Ну что, шеф-преподаватель Института гастрономии сейчас будет пробовать то, что я приготовил под его руководством. Дмитрий. Максим, ты лучший мой ученик, 100%. Да ладно, ну, не, ну, правда. Не, ну, нормально? Молодец, Максим. Сегодня справился. Раз похвалили, бери хлеб и тоже ешь быстрее, пока не остыло. О, ну, погнали. Ммм, как вкусно. Господи. И как просто. Увидите ресторан Любимов. Так вот, знаете, к этой идее меня подтолкнул Дмитрий. На реальной кухне все равно гораздо круче, чем в кино. Дмитрий. 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 Дмитрий.